здравствуйте друзья в эфире юрий шулипа юрий речь насколько понимаю завтра 13 пятница да и этот праздник сегодня вообще-то был трауром для европы в европе и в германии и в во франции и великобритании люди возлагали цветы и был чисто молчаливый трав и так юрий речь слушаем вас добрый вечер валерий приветствую всех зрителей слушателей ну во первых еще хотясь и сегодня еще одна несколько пятница но это сам не 13 8 а во вторых 8 мая это день памяти жертв второй мировой войны действительно вся европа они нет не вся европа вот существует 53 страны антигитлеровской коалиции и 52 из них сейчас наверное даже больше югославия распалась отмечают 2 мая день памяти жертв и погибших второй мировой войны и причем не только даже отмечает там предположение цветов молится за павших но и переосмысливают историю эти события это все-таки я считаю страшнейший пример того как игра с фашизмом может привести к кровопролитие наступление от права и все прочее ну и понятно что такая страна как российская федерация которые где считают продолжателем советского союза республика белоруссии и колониальные сателлиты прочие они отмечают 9 мая но у них это как день победы поэтому единственное конечно можно сразу сказать что советский союз все-таки оторвал себя от международной антигитлеровской коалиции и таким образом он обособился он фактически присвоил себе решающую роль победе над немецким нацизмом во второй мировой войне и саму по себе сама по себе эта победа в идеологическом плане нужно было руководство советского союза потому что советский союз находился в состоянии как мы помним это уже было с конца 40-х годов с 1000 практически до 100 2006 по 1992 год состоянии третьей мировой холодной войны со всем цивилизованным миром и действовал кстати по заветам сталина еще стали в 1920-м году выступая в соединенных штатах америке сказал такую интересную речь о мир мир является полярный и в мире победит или коммунистическая идеология коммунизм или капитализм вот поэтому для того чтобы победил коммунизм было идеологически придумано решающая роль советского союза во второй мировой войны в победе над нацизмом и естественно его же исключительная роль поэтому для советского союза этот праздник был идеологический но его еще бы сейчас реинкармировала подхватила путинская россия и он вообще просто превратился такая у него двойственной природы я считаю тут уже конечно же к и государственной идеологии де-факто фактически это же фактическая государственная логи если мы посмотрим закон нормативно проекты которые принимаются в россии здесь празднованием дня победы правда вы страны которые уже не существует уже нету советского союза страны тут нет ли нет и есть россия которая не имеет советскому союзу нового никакого абсолютно отношения даже юридически это отдельная тема вы я считаю можно если слушатели зрителей в этом были заинтересованы я готов прочитать целую лекцию и с другой стороны победобесия стала некой синкретической религии это синкретическая религия набор из язычества вот суть тут такая это даже никто не классическое язычество скажем так это не у язычества и православие ну собственно говоря памятник и свидетельством доказательством такой синкретической религии является храму министерство обороны которые недавно построили где стоит икона аппликация который изображенный путин и шойгу и начали генерального штаба россии герасимов со сталином каким-то полководцами там крым наш и так далее то есть это такая очень воинствующая идеология что юрий инкармировали очень хорошо органически писать писали в четвертую мировую гибридную войну путина вот вот и цивилизованным валерий да я здесь значит насколько понимаю ты сейчас зрителям немножко объяснил что-то четвертая мировая война практически уже заканчивается так насколько мне заканчивается 4 мировая 4 мировая гибридная война путина закончится только после вступления в законную силу обвинитного приговора международного уголовного суда в отношении путин и его питерская чекистко-фашистской опг по фактам амнексии крыма развязывание войны на донбассе и прочих различных военных туристических международных преступлений да юрий определимся в терминах чтобы люди понимали чтобы голословно не бросались словами фашизм что такое фашизм немножко объяснить на юридическом языке что это означает фашизм новую езжу я сейчас как раз открою википедию немножко за 14 признаков фашизма которые были даны одним итальянским философом и считаю что они как раз идеально вот там 14 признаков фашизм они как раз идеально подходит под пути нет фашизм это внимание ребят чтобы не бросались обобщенное название крайне правых политических движений идеологии проповедующих форму правления диктаторского те ах ты ты абсолютно прав что и так очень очень секретно секрестирует с правлением владимировича путина это просто идеально эта идеология проповедующих форму правления диктаторского типа характерными признаками которых является милитарийский национализм в данном случае единственное валерий я единственное хочу слушателем и зрителям объяснить по поводу формулировок ты знаешь что я всегда очень четко и точно отношусь формулировка для меня это это святая святых так вот никак ничего ультраправа примитивно в россии не существует вот если что и что российский фашизм он имперс он не ультраправа ультраправым фашизмом был фашизм гитлеров почему потому что в германии было моногосударством где было это то есть иными словами смотрите германия это страна немецкой нации немцы там основной мононарод а советский союз это все-таки союз народов также как и российской федерации потому что в российской федерации а что написано статье 1 что в преамбуле даже как статье 1 российская федерация многонационально ли государства то есть многонационально ли не может быть правым национальному так далее то есть здесь идет здесь идет перекос а путь о природе путинского фашизма такова что то что тут слова нужно делая только право нужно �нают на ультра имперские то есть у путина это имперство вместо право националисты чтобы просто быть точнее, зрители предпринимали природу путинского, российского путинского фашизма. Благодарю, Юрий. Ну, сегодня у нас тема, прежде всего, конечно, о том, что в свое время наши деды отстояли эту победу ценой своей жизни и многих, многих, так скажем, идеальных и исторических, утраченных достояний, которые мы в свое время как бы старались сохранить, а получается так, что кто-то за нас решил переписать историю, кто-то за нас решил по-своему охарактеризовать эту победу, и эта победа бесит до сих пор вторгается в нашу жизнь как часть чего-то коричнево-черного. Немножко объясни, пожалуйста, вот что на ближайшее время мы можем увидеть от того, что думают наши правители, а потом перейдем непосредственно уже к твоим родственникам, которые сейчас на экране. Что думают сейчас эти люди на завтрашний, точнее, уже сегодняшний день, через 15 минут настанет 9 мая, для них это праздник на крови, на костях точнее, что они на ближайшее время планируют? Насколько я понимаю, что у Владимира Владимировича Путина есть гениальный план по приватизации, прихватизации, точнее, Белоруссии вместе с Украины и дальнейшее распространение путинизма может быть вплоть до Португалии. Так это или нет? Абсолютно правильно. Я как раз таки начал сейчас свой разговор с того, что Путин, он является продолжателем имперства, имперства, потому что действительно и, то есть, скажем так, здесь нужно опять-таки брать дальний, глубокий исторический контекст периода Российской империи, начиная с собирания так называемых земель русских. То есть, началось это все собирание земель русских, потом, после государственного переворота, который сделали веки со своей бандой в Питере, это уже стала другая идеология, коммунизм, это борьба за коммунизм во всем мире, чем занимался Советский Союз, создавал во всех странах мира, где только возможно, коммунистические организации, партии, местные ячейки, даже такой справочник, такая книга была о коммунистической партии в странах мира, где какая коммунистическая партия, кто является руководителем и так далее. А то, что создает Путин сейчас, вот то, что он он делает. Да, я хочу, во-первых, сразу сказать, что победу во Второй мировой войне, вот это победобесие, Путин себе присвоил лично. Он считает, что это его личная победа. Но, смотрите, давайте посмотрим с психологии, кто же управляет Россией. Пришел человек, начиная с автошкольной скамьи, который жил в Питере, в бедном квартале, в коммунальной квартире, которого в школе били, невысокого роста. Сначала был хлюпиком. Потом его тренер Леонид Усвецов бандит, который за ряд преступлений, помогательство, бандитизм и так далее сидел в тюрьме. Ну, Леонид Усвецов, кстати, уже стал известной личностью, можете наоборот потом посмотреть, много о нем на самом статей, который, значит, тренировал Путина в дзюдо и научил его питерское подворотнее бить первым. Вот. И что такой человек может дать обществу? Потом понятно, что небольшая служба была в КГБ, в СССР, в Германии, разливал там чаи, в гарнизонном доме офицеров, принимал делегации, потом немножко порукоганил, ну, как нет, ну, хорошо, достаточно порукоганил Собчаком, Питер поставил на грань голода, потом ФСБ его, был объектом взрыва домов, что такое человек, кроме крови, убийства, войны, разухи, больше ничего не может принести. И потом, смотрите, как Путин сыграл, очень просто, он, когда пришел к власти, почувствовал, что в России сохраняется запрос, причем очень большой, именно на красный коммунистический идеал. И поэтому он ничего абсолютно не стал сопротивляться, вернул советский гимн, и для того, чтобы удерживать свой режим, удерживать свой режим, сохранить Россию от распада, он реинкарнировал 9 мая и фактически сделал победа в весе религий, то есть показатель силы, военщины, подпозже к этому подключился захват Крыма, нападение на Донбасс, война с Грузией, можем повторить, наши МИГи будут в Риге, наши танки будут в Праге, запугать Европу, вот, собственно говоря, в этом проявляется и природа путинизма, и с одной стороны его личное психологическое качество, и с другой идет жесточайшее оболванивание и оглупление россиян под воздействием технологии информационно-психологического воздействия, извините за Коломбу, то есть технологии информационно-психологического воздействия я хочу поистить и буду часто употреблять это выражение, это научное название российской пропаганды, потому что у российской пропаганды есть три нарратива, основные ее тренинерративы это дезинформация, точнее которая, ну, она точнее принцип, смотрите, принцип пропаганды, правда, полуправда, ложь, это принцип, нарративы, дискредитация, победобесие, величие и страх, вот есть три принципа, это нарративы, вот это основа основ, из чего состоит российская пропаганда, таким образом просто с помощью вот этой лжи на государственном уровне людей просто, ну, отвлекает вообще от реальных проблем, отвлекает от реальных проблем, развивает в них злобу, ну, как сказать, разжигает в сознании россиян и тех, кто вот подвержен, смотрит российскую пропаганду, рознь и ненависть к цивилизованным странам, там, в Украине, в Грузии, в Европе, в Соединенных Штатах Америки в первую очередь, вот это для того, чтобы потом с помощью вот этих вот озлобленных людей, огромной массы, миллионов, оправдать свои особо тяжкие военные преступления в Украине, в Сирии, в Грузии, в Европе и так далее. Поэтому здесь абсолютно ничего нету в ногу. Все и так понятно, мне кажется. Спасибо, Юрий Юрьевич. Итак, рассказывай, пожалуйста, о своих близких, родных, которые тоже перенесли вот этот тяжкий, 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 так скажем, исторический факт. Война. Великая Отечественная война. Почему наши называют именно Великая Отечественная война? Это, в принципе, Вторая мировая. Но для нас это на самом деле Великая Отечественная война. Но я уже объяснял, потому что Советский Союз он решил обоссобиться. И советские пропагандисты всегда говорили, что роль Советского Союза во Второй мировой войне она была решающей. И вот за счет решающей роли был выбран такой, как ныне приняли, как говорят, мем именно Великой Отечественной. Но опять-таки отечественной не вписывается, непонятно, какого это Отечества. В Украине, Белоруссии, Ичкерии, условно говоря, Татарстана. Какого именно это Отечества? Поэтому здесь конечно же я считаю, это обман и отхождение от правил. Я потом объясню, почему это произошло именно на юридических примерах. Теперь, что касается моих предков, то действительно мне повезло. Я считаю, мой дед был героем Советского Союза. Я родился в семье героев Советского Союза по маминой линии Солеймона Ивана Петровича. Он родился 9-го, точнее, извините, 12-го сентября 1925-го года в селе Красноселье Кировоградской области в Украине и прошел всю войну практически до Франции. Дед был призван на фронт в 43-м. Причем сначала так получилось его взяли в плен, как он мне рассказывал. Но поскольку немцы очень плохо охраняли, то когда его в этот плен уводили, его мама, моя бабушка, просто взяла в наглую строй, выдернула и он упал в канал. И прошел этот строй. так получилось незамеченным для немцев. Ну и потом деда призвали в военкомат. Он служил сначала на украинском направлении, потом после того, когда Советский Союз пошел и точнее перешел в наступлении, освобождал немецко-фашистских захватчиков Будапешт, Бухарест, Белград, Вену. то есть он имел кучу орденов, у него нет, он имел кучу медалей, у него четыре ордена были. Он получил звание Героя Советского Союза. Четыре ордена. И он принимал участие в самых тяжелых и значимых военных операциях, которые осуществляли Советский Союз и его союзник. И вот он даже один раз мне рассказывал, когда зашли в одно из венгерских сел, они его освободили, зачистили, зашли к венграм, и он тогда говорил, как же в Венгрии хорошо жили с Украиной. Заходишь, а там везде у них повреба, колбасы, вины, сырые, еды полно. То есть ситуация такая была интересная. Потом деда перевели служить на советско-туркенскую границу уже после Второй мировой войны. Он служил в Кушке. Если кто у нас смотрит особенность кто служил раньше по Горише должны знать после чего дед попал на Байконур, он был знаком с Сергеем Павловичем Королевым, потом с Дубиком. Дубик это генерал, который тоже потом где дед жил в городе Королево Московской области. с Шобникова мой дед был знаком, это тоже один из заслуженных строителей Байконура, который до этого строил в Берлине Трептов парк. Дед получил мой звание заслуженного строителя Байконура, но и потом перевели служить в Подмосковье. Мой дед по отцовой линии Шулипа Федор Андреевич он значит прошел всю войну со 41-го года, потому что дедушка по отцовой линии был старше, он родился 22 апреля 1917 года в Украине и так получилось, что его когда призвали в 41-м году, то направили на самый тяжелый участок, когда немцы перешли в наступление с юга, его направили он был архием пикотинцем в Техоте, и его направили на Малую землю под Новороссийск. Это было что-то страшное деда Раскан. Там практически все погибли из советских войн, кто оборонял тогда. И моему деду единственное, как посчастливилось остаться живым и потом сделать достаточно неплохую карьеру, это то, что он спас от смерти и гибели одного из крупных советских военачальников. После чего у деда достаточно неплохо по тем временам пошла карьера. Кстати, я хочу сказать, что мой дед по оттой линии он дошел до Берлина в составе советских войск, тоже принимал участие на различных охрантах, участвовал и в оборонительных, и в наступательных операциях. То есть тот он фактически все пять лет принимал участие в защите Украины и Советского Союза во второй мировой войне. И после этого я помню из Берлина мой дедушка и бабушка по папиной линии тоже ветеран Второй мировой войны принимал участие была в строе оказывал митинскую помощь ранен со солдатом и офицером. И потом я вспоминаю они с бабушкой привезли тогда во Львове жили во Львове из Берлина немецкое пианино немецкий немецкую какую-то мебель немецкие картины и и мой дед во Львове был на должности директора гарнизонного дома офицера города Львова. Это как раз сейчас я вспомню пятидесятые ну это скорее всего конец пятидесятых шестидесятые и они где-то значит до шестьдесят четвертого года вот где-то у нас контакт десятых до тысячи не тот четвертого года где-то начальник организованной думы офицеров потом так получилось прибрежными что маршал гречка маршал советского союза гречка он был его брежник когда пришел в власти поставил министром обороны ссср одет поскольку был из его команды то моего деда взяли на должность помощника министра обороны советского союза и вот мой дед шлипп федор андреевич он заведовал системой охот хозяйства министерства обороны ссср вот так что слава богу мои деды прошли эту тяжкую войну эти тяжелые испытания правда единственное вот дед кумамины линии получил осколочные ранения вот и вот где-то но дед по отцовой линии получил конечно время войны более серьезно потому что во-первых и по времени больше воевал на три года и участвовал в таких достаточно серьезных боях но вообще хочу сказать что деды особо так и не любили за эту войну то есть они рассказывали факты как воевали с немцами вот как все это было как это все происходило но они говорили ну как сказать с такой горечью с тревогой то есть ну они не хотели то есть они вот они люди участника этой войны они не хотели чтобы этот ужас повторился вот что вот что важно что я понял из общения с ними да действительно для них это была гордость что победили немецкий фашизм я чувствовал это что они гордились с победой но потом вот те события которые стали приставить при Путине вот вызывает очень много вопросов слушай значит завтра будет анонсирован фильм значит Николая Николаевича Никулина ты наверное аудиокнигу слыхал или нет не не слыхал да ну тогда сейчас знаешь что мы там буквально пару минут послушаем и ты выскажешь свое мнение хорошо сейчас секундочку но насколько я понимаю пока я выставляю деды неохотно рассказывали о том что происходило почему они рассказывали но не было такого скажем как не было такой воинственной агрессии в плечах то что сейчас например происходит мы слышим от российских пропагандистов и так далее ни в коем случае то есть это время для них воспринималось очень тяжело и они конечно говори говори да и они конечно естественно нормальные люди не хотели этого повторить да ребята завтра на двух каналах с разницей времени в полчаса выйдет фильм 22-минутный рассказывает Красько точнее читает книгу Никулина Николая Николаевича и сейчас мы покажем маленький отрывок всего лишь пару минут внимание на экран кадровая армия погибла на границе у новых формирований оружие было в обрез боеприпасов и того меньше опытных командиров наперечет шли в бой необученные новобранцы атаковать атаковать звонит хозяин из Кремля атаковать телефонирует генерал из теплого кабинета атаковать приказывает полковник из прочной землянки и встает сотня иванов и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов а немцы в теплых дзотах сытые пьяные наглые все предусмотрели все рассчитали все пристреляли бьют бьют как в тире однако и у вражеских солдат было не все так легко недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства не так просто убивать людей ряд за рядом они все идут и идут и нет им конца полковник знает что атака бесполезна что будут лишь новые трупы уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей были случаи когда дивизия начиная сражение имела шесть семь тысяч штыков а в конце операции ее потери составляли двадцать двадцать пять тысяч за счет постоянных пополнений и все время людей не хватало оперативная карта погостья усыпана номерами частей а солдат у них нет но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку если у него болит душа и есть совесть сам участвует в бою и гибнет происходит своеобразный естественный отбор слабонервные чувствительные не выживают остаются жестокие сильные личности способные воевать сложившихся условиях и только один способ войны известен им давить массы тел кто-нибудь да убьет немца и медленно но верно кадровые немецкие дивизии тают но хорошо если полковник попытается продумать и подготовить атаку проверить все ли возможное сделано часто он просто бездарен ленив часто пьян часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули часто артиллерийский офицер недостаточно выявил цели и чтобы не рисковать стреляет издали по площадям хорошо если не по своим хотя и такое случалось нередко иногда снабженец запил и веселиться с бабами в ближайшей деревне а снаряды и еда не подвезены иногда майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда куда надо путаница неразбериха недоделки очковтирательства невыполнение долга так свойственные нам в мирной жизни здесь на войне проявляются ярче чем когда-либо и за все одна плата кровь и ваны идут в атаку и гибнут а сидящие в укрытии все гонят и гонят их если бы немцы заполнили наши штабы шпионами а войска диверсантами если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии они не достигли бы того эффекта который был результатом идиотизма тупости безответственности начальства и беспомощной покорности солдат я видел это в погостье а как оказалось это было везде на войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих честных интеллигентных активных и разумных людей так и на фронте происходило то же самое но в еще более открытой омерзительной форме приведу пример из высших сфер поступает приказ взять высоту оставишь плацдарм расстреляю собственноручно слышишь если по твоей вине сорвется наступление на колыму поедешь до конца жизни полк штурмует ее неделю за неделей теряя по тысяче людей в день пополнения идут беспрерывно в людях дефицита нет но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на три недели среди них младенцы 1926 года рождения то есть 14-летние неподлежащие призывы в армию вперед и все гонец какой-то солдат или лейтенант командир взвода или капитан командир роты что реже в виде этого пиющее безобразие восклицает нельзя же гробить людей там же на высоте бетонный дот а у нас лишь 76-миллиметровая пушченка она его не пробьет сразу же подключаются политрук смерш и трибунал один из стукачей которых полно в каждом подразделении свидетельствует да в присутствии солдат усомнился в нашей победе тотчас же заполняют уже готовый план куда надо только вписать фамилию и готово расстрелять перед строем или отправить штрафную роту что то же самое так гибли самые честные чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди а остальные вперед в атаку нет таких крепостей которых не могли бы взять большевики почему же шли на смерть хотя ясно понимали ее неизбежность почему же шли хотя и не хотели вежливо выслушивали напутствие политруков малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц и шли вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами а потому что надо а выйдя на нейтральную полосу вовсе не кричали за родину за Сталин как пишут в романах над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань пока пули и осколки не затыкали орущие глотки до Сталина ли было когда смерть рядом откуда же сейчас опять возник миф что победили только благодаря Сталину под знаменем Сталин у меня на этот счет нет двух мнений те кто победил либо полегли на поле боя либо спились подавленные послевоенными тяготами ведь не только война но и восстановление страны прошло за их счет те же из них кто еще жив молчат сломленные остались у власти и сохранили силы другие те кто загонял людей в лагеря те кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне они действовали под именем Сталина они и сейчас кричат об этом не было этого на передовой за Сталина комиссары пытались вбить это в наши головы но в атаках комиссаров не было все это накипь бедные бедные русские мужики они оказались между жерновами исторической мельницы между двумя геноцидами с одной стороны их уничтожал Сталин загоняя пулями в социализм а теперь в 1941 45 Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей так ковалась победа так уничтожалась русская нация прежде всего душа ее смогут ли жить потомки тех кто остался и вообще что будет с Россией и так ребята это был отрывок отрывок завтрашнего фильма который будет расположен на двух каналах ну что же Юрий Юрьевич как мнение вот и я удивляюсь как же деды наши не рассказали истинной картины что было ты знаешь Валерий я считаю так и хочу просто дополнить тому что вот было показано в отрывке из этого фильма на мой взгляд наши деды хотя и участвовали и прошли можно сказать пешком много стран воевает то есть прошли эту войну пешком ощутили на себе все тяготы и лишения этой страшной войны которую развязали два фашизма но вот мне кажется сейчас мы все неленивые имеются мыслящие умеют работать с информацией знаем на порядок больше о тех событиях которые случились и кто стал виноват и как эта война появилась чем мы знали наши деды но я также хочу сказать что всей правды исторической о том что было на самом деле во время Второй мировой войны мы конечно же никогда не знали никогда потому что множество секретных документов страны Советского Союза связанные с этими событиями были уничтожны свидетельствуют вот поэтому к сожалению правду мы не узнаем но приблизительно примерную правду мы узнаем более точно тогда когда Путин я думаю нет Путин никогда на это не пойдет когда в России как вот в СБУ сейчас в Украине есть свободный доступ можно ознакомиться с архивами КГБ открыты те которые находились на территории УССР вот если Россия в Госархив Федеральное активное агентство архив Министерства обороны архив ФСБ все связанные со Второй мировой войной все откроют документы чтобы любой желающий мог идти посмотреть тогда мы очень очень много узнать очень много не случайно Путин опять по-дому на 50 лет засекретил большинство документов основополагающих которые связаны с Второй мировой войной вопрос возникает и у любого мыслящего человека я считаю он должен возник если это была победа то почему же вы ей не гордитесь какая необходимость засекречивать постоянно на годы на десятилетия архивы связанные со Второй мировой войной вот почему задайте вопрос любому чиновнику путинской администрации путину лично почему какая в этом тайная необходимость на 50 на годы засекречивать военный архив ответ очевиден всем всем кто понимает что наша история она очень так скажем сильно превратилась в какую-то идеологию ведь истории это факты и уже самому гражданину человеку своей страны определять правы неправы были допустим те или иные народности история это прежде всего факт события а у нас это превратили в идеологическую науку обработки нашего создания Юрий абсолютно причем лживую науку сначала была такая наука учился в университетах при институтах при советском союзе марксизм ленинизм это просто ложь это марзматическая ложь и вот я общался кстати с теми кто окончил факультет марксизма ленинизма марксистской философии и так далее вот многие люди нормальные после того когда они уже получили диплом то эту идеологию возненавидели она им стала неприятна сколько там уже лицемерия нормальный человек в ходе ее изучения может понять и установить для себя это во-первых а во-вторых я вот считаю почему Путин боится открыть архивы потому что там всплывут миллионы преступлений я напомню все миллионы преступлений НКВД ВЧК Красной Армии трусости командиров по которым оставляли значит поле боя и бежали солдаты давались плен куча предательств убийства лучших кадров ведь почему Сталин начал репрессии потому что он боялся заговора враги сначала они боролись с классовыми элементами те которые были им так сказать точнее с классовым чуждым элементом с такими транспитистами так далее и вот знаете спирали репрессий она так подобралась ближнему сталинскому окружению Сталин репрессировал лучших генералов военно-начальников обидеть все видел и с другой стороны вот как началась эта война действительно я считаю ключевой документ который послужил в начале второй мировой войны это пакт Робинтропа Молотова и секретный протокол это важно где фактически тогда значит Виктор Робинтроп министр иностранных дел третьего рейха и Молотова иностранных дел СССР вот внук его является главным лоббистом России русского мира Вячеслав Никонов он любит победопись и выходит с портретом своего деда постоянно на это мероприятие вот как раз таки это две личности в истории но понятно что они без санкций Гитлера и Сталина не смогли сделать но вот как раз таки Сталин и Гитлер через Робинтропа и соответственно Молотова дали все основания для развязывания Второй мировой войны я вот знаете скажу так то что было вот все вот эти учебники там по истории времен Советского Союза это в чистейшем виде пропаганды там опять таки так же как и в российской пропаганде те же самые постулаты правда полуправда и ложь я рекомендую кстати всем тем кто хочет разобраться и понять что ж таки вот именно с политической так сказать позиции что было во Второй мировой войне читать прочесть обязательно ну я как говорится не на промах рекламы а скажу объективность ранее чтобы люди те кто интересует историю Второй мировой войны знали хотя бы источник информации где им черпать эта книга Аквариум Суворова великолепнейшая книга и один из я считаю ледокола еще по-моему ледоколы разведения нет и аквариум и ледокол вообще кстати вот и кстати тезисы из ледокола Суворова они были подтверждены российскими историками когда они работали в архивах то смотрите видите ли в чем было дело после заключения фактора Бентропа Молотова Сталин готовился к нападению на Европу то есть он хотел захватить проиграл первую мировую войну и вермутский договор накладывал на нее определенные ограничения а когда Германия нарушила вермутский договор и захватила Францию кстати тоже очень интересно Франция оказалась государством они практически не сопротивлялись Гитлер без боя стал то Сталин как раз таки именно вот в этот момент он уже планировал напасть на Европу потому что он считал что Гитлер не будет в Центральной Восточной Европе активен так как он должен был по планам Сталина завязывать во Франции ее завоевывать а тут бы Сталин подсуетился и как раз откусил бы себе Польшу и вот то что раньше было организация стран Варшавского долга восточная и еще часть превратить в Центральную Европу но Сталин просчитался и потому что Гитлер то есть еще раз он захватил Францию без боя и потом в 41-м году уже перешел в новую по понятным под Гитлером там уже действительно страны Балтии были ему было очень удобно и совершил верообное нападение на Советский Союз и почему опять-таки я согласен с оценкой Юрия Пивоварова Юрий Пивоваров я напомню это академик доктор исторических наук профессор он был директором института истории Российской Академии наук то есть это самый главный человек академик который отвечал за историю России вот я считаю что это один из умнейших историков и грамотных наиболее квалифицированных историков во всей России и он согласился кстати с теми выводами что сделал Суворов в своей книге ледокол вот допомню кстати что действительно Сталин к войне с Гильдером готовился и планировал значит напасть на Европу но у Сталина был единственный минус не было планов оборонительной войны как держать оборону а были только наступательные планы и вот за счет этого то что не было оборонительных планов этот фактор позволил очень быстро Гитлеру в течение нескольких месяцев практически дойти до Москвы вот была потом в 41 году битов под Ржевом где погибло несколько миллионов советских военных мирное население Ржевская Вязинская Дугая Самое страшное что было где армия генерала Власова сдалась в плен немцам вот то есть это как раз таки свидетельство что такое значит дружба двух фашистов и потом смотрите как действовала советская армия в Польше интересно вот опять таки кстати вот такой фактор до нападения Гитлера на Советский Союз Брестская крепость знаменитая так что там произошло в Брестской крепости с одной стороны Гитлер а с другой Сталин уничтожали поляков уничтожали поляков и потом после того когда они взяли Брест тогда был город Брест Литовск то провели совместный парад теперь что касается Варшавы тоже очень кстати интересно как Гитлер Гитлер точнее нет Сталин хотел захватить Польшу руками Гитлера вот Варшавская восстань что это было когда пришла советская армия она встала на правом берегу Вислы и поляки варшавяне жители Польши думали что советская армия пришла их освобождать они были тогда под немецкой оккупацией думали что вот мы сейчас начнем Варшавское восстание здесь против Гитлера тогда было подполье у них нас советская армия увидит что мы сопротивляемся освободить они начали восстание Гитлеры со своими оккупационными войсками это восстание подавили Варшава более чем на 70% была уничтожена превратилась в руины и только на эти руины потом вошла советская армия такая же точно кстати ситуация была и с Прагой сейчас о маршале Коневе там Путин очень сильно возбудился но фактически маршал Конев не принимал участия в освобождении Праги потому что с Прагой такая же точно ситуация была как с Варшавой Прага находилась под немецкой оккупацией советская армия ее освобождать не спешила но тем не менее когда Гитлер начал терпеть поражение то воспользовав вот как раз таки уже это было перед победой над Гитлером над Гитлером международной эпидемиологической коалицией это уже перед победой над Гитлером русская освободительная армия Власова Руа освободила Варшаву извините Прагу освободила Прагу и только потом уже где-то через неделю после освобождения туда вошла советская армия во главе с маршалом Коневым и этот факт советские историки приписали как освобождение Праги от немецкого нацизма но проблема я считаю она коренная вот смотрите мои деды воевали за Украину Кубань освободили Украину от немецкого нацизма отлично честь и хвала им светлой им память которую мы будем помнить освободили от немецкого нацизма немецкой оккупации вот но после этого освобождения и в Украине на территорию Украины и стран Варшавского договора которые возникли после так называемой Ялты когда Сталин Черчилль Рузвельт договорились там раздели своих сверхлияний вот то есть вступили в такой после этого преступного сговора на этих территориях возникла советская оккупация то есть освобождали от одного фашизма коричневого а пришел и установился на территориях стран Варшавского договора но в Украине больше по времени на целых 40 лет другой фашизм красный а вот а почему так в чем я понимаю многие слушатели смотрят которые не знают глубоко истории юриспруденции и так далее а вот как раз таки эти факторы истории юриспруденции нам подскажут и в них содержится ответ почему так произошло а произошло это по той простой причине что преступления советского режима и Сталина не были осуждены на юрберском трибунале вместе с преступлениями Гитлера и Гитлера с Куберна вот в чем главная значит ключевая проблема почему потом и третья мировая холодная война и сейчас четвертая мировая гибридная именно проблема ключевая она как раз таки заключается в том что советский красный фашизм и преступлений советского союза не были осуждены я расскажу вам один случай когда прокурор который выступал обвинителем от советского союза в ходе расследования преступлений второй мировой войны обнаружил преступления советского союза такие как расстрел в Катыни факторы ментропы молот множество и он готовился предъявить эти обвинения ряду советских руководителей не Сталину конечно но тем военачальникам которые были причастны к этим преступлениям как только в советском союзе об этом узнали через неделю прокурор от советского союза был убит сотрудниками МКВД там же в Германии вот таким образом мировое сообщество позже оно освободило советский союз от ответственности за развязывание второй мировой войны интересно развивались события ведь после убийства прокурора от советского союза на самом даже процессе на самом даже процессе на самом нюрберском процессе были сняты вопросы обвинительные к советской стороне развязывание данной войны вот это тоже очень важный факт даже там были сняты но мировое сообщество поступило тогда не профессионально не понимая не понимая вообще ни сути ни природы сталинского режима то есть они пошли по принципу что победителей не судят раз победил значит прав и как раз таки вот само судебное заседание на нюрберском процессе и приговор нюрберского трибунала это свидетельство того когда сила побеждает право вот тогда произошло самое страшное сила неправильная неправовая сила преступная в виде преступления советского режима естественно я не снимаю ответственности с Гильдером из преступлений те которые он причинил другим народам в результате значит второй мировой войны я в целом соглашаюсь с приговором нюрберского уголовного трибуна но считаю его несовершенным юридическим актом силу того что преступление советского режима не будет осуждено кстати обратите внимание что в России в уголовном кодексе после аннексии Крыма и нападения России на Украину появилась интересная статья норма такая что установлена уголовная ответственность за отрицание фактов установленных приговором нюрберского уголовного трибуна так вот это кстати я хочу сказать для россиян статья отличная те факты которые там установлены частности например в России российская пропаганда говорит Степан Бандерой был фашист по фашистам и так далее фашисты Бандеров а Бандеров никогда не были фашистами в этом же приговоре нюрберского уголовного трибунала установлено что как раз такие воины УПА украинской повстанческой армии они стали жертвами гитлеровского режима потому что Степан Бандера при Гитлере сидел сначала в польской тюрьме находился потом и он он сидел в концлагере в том то и дело это очень кстати важные факты которыми можно заткнуть любого российского пропагандиста я кстати рекомендую российским юристам кто сейчас живет в России ищет посмотрите сколько там законов появилось например там законов всякие о борьбе с фейковыми новостями отрицание фактов установленных приговор Мерберского уголовного суда вот как раз по этим нормам если же скажут что бандеровцы фашисты если они скажут это фактически получается отрицание фактов установленных приговор Мерберского уголовного суда плюс еще подпадает законодательство новостях сразу пытайтесь против пропагандона возбуждать уголовные дела обязательно идите в полицию вот где они в восстанкинах студии выступают я даже прямо под крестник объяснили вот идите в восстанкинское РУВД пишите заявление о преступлении фиксируйте ролики записывайте на носителях прилагайте получайте того уведомления о том что вы зарегистрировали заявление о преступлении и потом и понятно если полиция прикроет обжалки и так далее но вы столько на этих уродов накопаете компроматов вот чтобы они уже так сказать прекратили вам врать и лгать это важно и вот теперь смотрите если бы на Нюербергском уголовном трибунале был вместе с гитлеровским фашизмом ассурген сталинский красный фашизм то тогда бы сейчас не было бы путинизма и того горя что приносит Путин миллионам людей не было бы ни холодной третьей мировой войны ни гонок вооружения ничего бы ничего бы этого не было если бы была тогда воля у мирового сообщества и этот режим был осужден и вот мы посмотрели кстати фильм но там малость всего лишь показывает но действительно нужно согласиться с тем что Сталин уничтожил уничтожил нужно верхушку самые лучшие кадры самых боевых и мотивированных и опытных военачальников и это самое страшное и даже обратите внимание что говорил Жуков Жуков маршал Жуков не просто так у него была кличка Мясник когда он он сказал в украинцах он же здесь воевал на пиевском фронте ну так сказать освобождал Киев от нет он сказал типа зачем мы этим хохлам должны дать автоматы пусть лучше они там в Евре потонут они все равно предатели а когда ему его же однополчане предъявили претензии ну как это так сколько людей гибнет то есть действительно у Жукова была такая тактика это запидать людьми живыми людьми человеческими телами своего противника и тогда ему сказали что ну как вы смотрите сколько уже тысяч людей гибнет что он сказал заменитый охран бабы еще нарожают а после второй мировой войны когда эта война закончилась что сделал со Сталин в Кремле он налил рюнку водки и сказал давайте выпьем за терпение русского народа вот действительно русский народ ну советский народ когда хотя он русский сказал но потом же была другая дефекта советский народ в советском союзе не было русского народа говорили советский вот что действительно этот народ настолько терпелив я уже перескнусливые события тех лет даже склоняюсь к той точке зрения что нужно было возможно воспользоваться той ситуацией что Гитлер напал на Советский Союз и Сталин себе повел просто безобразно свергнуть его режим вместе с Гитлером а потом уже оставить Гитлера и Гитлер бы все равно туда дальше на восток он бы не пошел потому что климатические условия немцев кстати очень много в 41 году померзло зимой 41 года потому что в Подмосковье страшные морозы стояли то 40 градусов обмороженных трупов вывозили туда в Германию вагон и таким образом если бы пришло бы нормальное начальство но плюс сработала уже антигитлеров стеколит между северикобританией и США потому что они потом уже позже подключились в борьбе с Гитлером то ситуация бы конечно же изменил а так получилось что в общем-то один фашизм победили а другой остался сейчас в лице Путина реинкарнировался и более того кстати я хочу сказать и Сталин первые годы войны он бежал из Москвы в Самару а почему он туда бежал он боялся что его могут военные начальники арестовать да он 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 этого действительно боялся поэтому на некоторое время он убежал самар поэтому единственное единственное что я могу сказать вообще вот по поводу второй мировой войны вот что если мы имеется ввиду вообще все мировое сообщество не осудило стальнизм наравне с Гитлером преступление Гитлера не блядь теперь нужно мировому сообществу приложить все возможные усилия чтобы осудить патинизм чтобы осудить патинизм и приговор Путина и Муха и Ям о котором я уже неоднократно во всех передачах где только возможно говорю он закроет брешь в истории расизма то есть расизма это имеется ввиду российский фашизм и сталинского фашизма через призма потом произойдет на построссийском пространстве депутинизация по типу денацификации во второй мировой войне России заплатит контрибуцию раз она себе считает продолжать МССР значит за советскую оккупацию пожалуйста оплатите странам Балтии Польшу Чехии да Юрий Юрьевич секундочку здесь вроде бы как в чат что-то написали да ты по поводу контрибуции здесь как-то очень странно заметил в предыдущих программах кстати поднимался вопрос что и поляки и прибалты они хотят эту контрибуцию выставить России пока еще как говорится вопрос не назрел и здесь как раз Юрий Медведев Юрий Медведев пишет ну это понятно про преступления СССР а вот почему Путин пытается скрыть преступления СССР почему вот мы буквально полчаса назад об этом говорили почему Путин пытается скрыть архивы он не хочет их как бы опубликовать потому что при опубликации опубликации этих фактов пострадает практически весь аппарат который сейчас работает на него так или нет нет аппарат ни в коем случае не пострадает пострадает вся идеология победобесия молниеносно потому что Путин продолжает фактически линию Сталина он оправдывает сталинизм это мы видим и даже вот в преддверии победобесия вот что меня например попоразило в Твери значит в бывшем здании Калининского НКВД была снята таблица убитым замордованными НКВДшниками жертвам политических репрессий то есть Путин что сделал он реинкарнировал сталинизм имперство православие и у него такое у него все синтетическое и он делает строит из России такую вот синтетическую империю и Путин же как обратите опять внимание на всех ментов чиновников вот простой случай вы вот любой например сотрудник МВД ПСБ Следственного комитета совершил против вас преступление какое-то сфабриковал на вас уголовное дело подкинули вам наркотики условно говорили не дай бог или там совершил ДТП на вас наехал повредил вашу машину он вас может привлечь к уголовной ответственности с помощью используя чисто свои полномочия да а вы нет попробуйте напишите заявление на сотрудника даже на судью на полицей за пульсификацию протоколов и всего прочего никогда вы в путинской России не привлечете даже если их преступления будут публичными явными общественными за нас и такая же точно тайна для Путина это Вторая мировая война то есть вот эти преступления это идеология он оправдывает он говорит что пристальник было лучше почему нужен сталинизм потому что смотрите видите ли в чем дело он взял в части агрессивных войн путин взял в части агрессивных войн против всего цивилизованного мира сталинскую идеологию когда сталин еще в двадцать седьмом году сказал что в этой битве которая ведет мировой протериат за восстановление коммунизма во всем мире останется двое или капитализм или коммунизм вот а здесь получается так что Путин строит гиполярный мир на столе этой идеологии но он тут уже понимают почему опять-таки зрители слушатели очень часто и иностранцы не понимают что что происходит если по крайней мере в Советском Союзе США понятно враждовали идеологию была вражда идеологии а здесь уже идет вражда другая враждуют ценности враждуют ценности вот как раз такие ну какие же ценности у Путинизма какие ценности да ну фактически нет никаких ценностей но то что вот он почитает Сталина он закрывает он прикрывает значит на официальном уровне вот в России прикрываются сталинские преступления сталинизма они оправдываются вот ну нет еще повторю никаких ценностей нет я просто почему я хочу вот сам для себя и вместе со зрителями сосудов смысле путинизм потому что это это важно вот то что то что делает Путин прикрывает преступления Сталина и те которые сталинским режимом совершались во время Второй мировой войны это просто важно понять ну суть просто такова что это это скрепа то есть победа Второй мировой войны вот это это соточнение я скажу так более точно что присвоение для России чужой победы во Второй мировой войне это ее скрепа а победа должна быть чистенькая и безупречная поэтому они и прикрывают многотысячные многомиллионные преступления которые совершал сталинский режим во время Второй мировой войны ну то же самое мое утверждение что в любом случае при разархивировании так скажем этих данных его потенциал окружения его стержень в любом случае очень серьезно пострадает потому что это все правоприемники НКВД КГБ потому что ФСБ оно и должно прикрывать тех которые стояли как СМЕРШ с заградительным отрядом они и сейчас продолжают это делать дело в том что смотрите в России существует закон о реабилитации жертв политических репрессий и поставление правительства еще когда Черномырдин я же был в Медном село Медное Тверской области я там был в 2015 году это самое крупное польское военное кладбище на территории Российской Федерации там огромное количество поляков было расстреляно в 40-х годах вот как раз таки после подписания вот этого фактора Бетропа Молотова когда уже напал на Польшу захвата близлежитов и так далее уничтожено уничтожено были польской интеллигенции офицеры полиции инициарные службы врачи учителя дело Катыни где наши якобы утверждали что это были нацисты что и там оружие и гильзы и пули все было ихнее а на самом деле когда все это вскрылось как сбитый боинг да абсолютно абсолютно правильно даже немцы тогда провели свое следствие после того когда Малинская область на некоторое время была под немецкой оккупацией они установили что там отсутствуют то есть они что это что это не немецкий след а как раз таки советские преступления в Медном больше похоронено поляков чем в Каты так я к чему там как раз таки было постановление правительства Российской Федерации еще 1992 года в музее подписано Черномординым бывший премьер России о реабилитации вот этих всех поляков которые установлены и были уничтожены советскими оккупантами так вот представляете если открыть эти архивы то скольким миллионам ну уже понятно что практически единицы наверное кто жив из этих людей а ведь их родственники там внуки уже можно сказать что миллионов людей миллионов битых и если Россия себя считает подожателем советского создания надо реабилитировать миллион битых тоже здесь Владимир Пименов появился я не знаю что это за человек может пригласить его в программу чтобы он вообще-то отставил свою красную позицию красный фашизм получается освободил народы Европы вопрос только почему-то в печах их не сжигали а сколько было репрессировано среди тех же поляков прибалтов болгар венгров румынов чехов словаков сколько было репрессировано и расстреляно Владимир Пименов ты не знаешь случайно ты где живешь ты какую историю изучал или ты здесь пришел нас агитировать о том что Сталин это не равня Гитлеру у Сталина тоже руки в крови и у Гитлера руки в крови и сколько погибло по вот этой вот буквально сюжет-то показывает по вот этим вот нашим маршалам которые швыряли как мясо наших отцов и дедов и ты здесь говоришь что там мы не сжигали дело в том что это мы вытворяли что хотели Володя Пименов я надеюсь это твое настоящее имя и фамилия если хотите меня найти в скайпе пожалуйста найдите если хотите выступить в эфире Володя Пименов но здесь распространять постсоветскую пропаганду не советую это путинский канал и мне придется вас удалить благодарю вас дело дело в том что такую позицию очень легко парировать и даже если такой человек пойдет на канале все очень легко объясняется у Гитлера было Освенском Гитлер варварским методом фашистским уничтожал людей в конституционных лагерях но и Сталин на Колыме тоже уничтожал архитиллах гулаг посмотрите кстати не хочу ничего рекламировать но просто Юрий Дудь о Колыме великолепный фильм я считаю там уже по-моему 20 миллионов просмотров конечно это не вся правда но очень очень много понятно что вот Гитлер смотрите здесь опять-таки Сталин точнее Гитлер сжигал в печах расстреливал какие-то опыты еще биологически проводил на людьми а как уничтожал Сталин а на Колыме в Сибири добывали уран в Заполярье люди а то же слушайте а то же самый Беломор канал сколько людей там погибло я же был вот смотрите я например был в Архангельской области в республике Карелия это ужас люди умирали отображения от недоедания от болезни так от чего иногда проще умереть от пули ну вот расстреляли пули попало все секунды ну может быть 5 секунд там минута сколько человек живет после падения пули в голову ну в любом случае там не больше 50 минут все и нет а пристали умереть например от обморожения от болезни какой-то от гангремии люди мучились неделями умирать так может при Гитлере все-таки гумании было умирать а какие Сталин делал трагедии народов сколько он души вывез Сибирь в Казахстан народы Кавказа крымские татары вот мы будем 18 мая да уже значит день уже политических репрессий отмечается во всем мире 18 мая запомните кстати и вот в этот же день в том числе отмечается трагедия депортации крымского татарского народа Сталин целый народ из Крыма вагонами депортировал сколько при этой депортации тысяч крымских татар было убито да мы никогда об этом не узнать но официально на официально то что вот Россия установила в рамках всех вот этих программ реабилитации там уже 50 тысяч тпсм украинских это установлено было там минимум идет счет на тысяч а фактически там может быть и больше десятки тысяч а поляков тоже часть расстреляли поляков другую часть поляков вывезли в Сибирь какую-то часть поляков вывезли в Казахстан Польша же не просто так на постсоветском пространстве тем людям кто имеет польское происходитель польские корни выдает как карты поляков почему тем кто проживает там в Казахстане в Российской Федерации в Украине в Беларусь ну прям было понятно тогда тогда еще страны такие в сфере польского влияния находились а в Казахстане почему потому что тысячи поляков были туда в Казахстан выслали поэтому Сталин пошел а потом смотрите оккупация стран Варшавского договора и установление там стателлитов коммунистических режимов таких же как и в самой России Чехии закон Чехии существует Чехии и так давно приняли о том что значит Чехия была оккупирована то есть вот они официально это признать такое же законодательство в странах Балтии существует и мировое сообщество не признавало амнекцию при Советском Союзе Венгрия Польша все это все это было оккупировано значит Советским Союзом это тоже все страны жертвы советского везде Юрий Юрьевич там везде стояли наши оккупационные войска я даже служил там Юрик Юра подожди пожалуйста я даже служил там понимаешь это элитные войска которые и в Польше и в Германии особенно в Германии стояли для того что причем диверсионные группы которые знали хорошо территорию сопредельных государств для того чтобы произвести диверсию и рядом с нами стоял 72 комплекс СС-20 это ракеты которые достигали по своей дальности Великобританию то есть мы практически оккупировали это эти территории Варшавского договора к нам населением относилась с ненавистью но мило улыбалась прекрасно понимая что им приходится терпеть наше присутствие и кормить нас нет не практически а кстати еще и Германия ГДР это тоже была часть разделенной Германии в зоне советской оккупации так я там и служил как раз это называется ГСВГ группа советских войск Германии там где как раз и служил Владимир Владимирович Путин да вот кстати ГДР это такая же равнозначная зона советской оккупации как и ДНР ГДР и ДНР это зона российской оккупации все правильно Юрий Юрьевич так что вот любой человек который начинает в программе либо в чате говорить о том что есть советский союз есть охуенно историческое важное прошлое к которому мы должны относиться с уважением я с уважением отношусь допустим к моим старикам к нашим ветеранам но ни в коем случай не к тем людям которые заталкивали нас смертью унижением в это рабское состояние служить коммунистическому режиму понимаешь это преступление которое Путин пока он жив он всегда будет закрывать и архивировать и уничтожать архивы Юрий Юрьевич ну во первых я считаю что часть важнейшей информации и архивных документов о второй мировой войне были уничтожены самим Сталином причем ряд историков эту версию подтверждают другая часть тоже постепенно уничтожалась различными советскими руководителями а Путина действительно потому что если он сейчас рассекретит архивы и люди узнают ну не не всю правду конечно но многое очень много тогда понятно лопнут его скрепы и какой ценой больше и узнаешь что победобеси это просто пшит все что это происходит это пшит это было во-первых необдуманно безграмотно достигнуть то есть как вот Сталин сказал мы за ценой не постоим то есть это было достигнуто именно вот точнее роль Советского Союза во второй мировой войне она была сыграна миллионами трупов миллионами и ну понятно все мы уже об этом говорили бездарное начальство вот репрессии вообще даже обратите внимание на оценки ведь Сталин за все 37 лет своего правления он уничтожил намного больше советских граждан больше советских граждан чем Гитлер во время Второй мировой войны то есть еще раз повторяю это важно вот всем людям кто оправдывает сталинизм Сталин очень важно обратиться к цифру что Сталин уничтожил путем репрессии я уже не говорю о его бездарном военном руководстве а вот именно путем репрессии он уничтожил больше советских граждан чем Гитлер во время Второй мировой войны в боевых действиях на территории Советского Союза все вот здесь как раз таки показывает вся немощь сущность и преступность сталинского режима и Сталин себя лишь выдал вот этими словами давайте выпьем за терпение русского народа все вот победа как раз таки вот эта которая четкая вещь она действительно не встали а в терпении русского народа именно в терпении но тут его в имперской рабской сущности вот в чем суть заключается победа потому что если бы это был бы другой народ то там ни один бы ни Сталин ни Мао Цзэдун ни Черчилль никто бы не смог ценой миллионов жертв миллионов жертв прогнать Гитлера со своей территории и прийти в контрнаступе никто никто в такое не поступил нет конечно Гитлера его бы прогнали а возможно я думаю возможно это важно что если бы Сталин не уничтожил верхушку талантливейший военачальник в годы большого террора и не игрался с Гитлером фактором Молокова безговор в этот договор то тогда я думаю бы у Гитлера не было повода нападать какой повод нападать если нормальный хороший во-первых военное руководство раз и во-вторых отсутствует претензии на часть Европы зачем такую сторону нападать когда лучше просто часть Европы захватить а вот как раз таки Советский Союз и Сталин мог бы действительно войти скажем так ну не не героем но ему меньше было бы претензий если бы не было если бы у него не было репрессий и не было вот этого так называемого фактора Риббентропа Молокова дабы Гитлер начал оккупировать Европу Сталин мог подготовить страну к оборонительному плану и наступать на Гитлер и даже если бы Гитлер полез на Польшу то Советский Союз всегда мог ее хотя с другой стороны я не думаю если бы не вот этот позорный расстрел поляков в Брест так называемый штурм Брестской крепости с одной стороны делал Сталин с другой Гитлер то и не было никакого образа дела Польши поэтому я говорю что именно как раз такие преступления Сталина наравне с Гитлером с ними позволили вот этим фашистским режимом развязать страшную мировую войну благодаря которой благодаря именно вот этим тиранам и уродам погибли миллионы людей так что ребята те которые пытаются ратовать или как-то оправдывать действия коммунистов простите вы либо не сведущий человек либо заранее запрограммированный на то чтобы оправдать преступление прежде всего преступление того режима который сейчас блюдет и охраняет сам Владимир Владимирович Путин Путин это в любом случае человек который должен сидеть на гаапском стуле я вообще лично считаю что например в Украине сейчас достаточно документов и необходимых сведений для того чтобы признать советскую оккупацию преступной осудить сталинизм и военные преступления Сталина на территории Украины которые произошли во время Второй мировой войны хотя бы это можно сделать произвести такой суд причем не какой-то там абстрактный суд а юридический суд и вынести приговор вот сейчас чем в России Следственный комитет занимается нашли раскопки то есть осуществляли раскопки нашли ТЛА погибших во время Второй мировой войны в Карелии Следственный комитет возбудил уголовное дело хотя тоже очень интересно потому что российские законы ограничены во времени имеют обратные силы но тем менее они возбудили уголовное дело вот такой бы опыт следовало бы перенять и Украине и Стану Балки и возбуждать уголовные дела по фактам преступления сталинского режима здесь в Украине да это хорошо что мы сейчас я очень доволен я хочу значит поблагодарить бывшее высшее политическое руководство в том числе президента 5 президента Украины Петра Порошенко хотя я к нему отношусь мягко говоря скептически у меня к нему очень много вопросов есть моя отдельная статья 5 там вопросы к уходящему президенту Петру Порошенко можете почитать это мои основные претензии к нему я не доволен был от его правления я не фанат Порошенко я укритик но объективности ради стоит ему отдать должное за инициирование декоммунизации да понятно он декоммунизации не закончен в том плане что не было суждены преступления советского мира потому что как сказать война будет идти а вот эта четвертая мировая гибридная война продолжение второй мировой ее нужно так рассматривать в историческом контексте и она будет продолжаться фактически ну понятно я же сказал что до того как Путин его ПГ не будут ослужены в ГАИ вот но помимо этого если вы хотите прям очень точные вопросы что она будет продолжаться до тех пор пока не будет установлен и осужден российский точнее последний российско-советский преступник вот до тех пор это будет идти война пока не будет восстановлена историческая юридическая справедливость и зло не будет наказано потому что зло и финизм и зло и финизм и финизм оно должно быть наказано юридически да мы не можем сейчас их физически наказать это понятно не важно те кто уже умер воевал с пристальни Сталина снова и так далее но мы можем им посмертно вынести обвинительный предел и это вполне реально если руководство Украины и стран Балтии будет политическая воля и вообще в перспективе у всех тех стран кто пострадал от советской оккупации то я считаю это очень необходимые меры и нужные и скорее всего на мой взгляд вот учитывая складывающаяся ситуация я понимаю сейчас очень много среди политиков марионеток я надеюсь что эра популизма в политике должна подойти к концу после того когда будет осужден путинизм путин будет осужден приговоры суда потом уже на основании этого приговора сквозь призму права применения и историческую трансмиссию можно уже осудить и преступление Сталина за его оккупацию и развязывание Второй мировой войны потому что нюрнбергский точнее потому что приговор нюрнбергского уголовного трибуна хотя мы его не пересматриваем мы естественно за мы соглашаемся с теми сведениями фактами которые были в этом приговоре Сталина безусловно но он является несовершенным юридическим актом в том плане то в нем не содержится обвинение и осуждение преступлений Сталина и его красному чекистко-фашистскому режиму очень тяжело очень тяжело людям которые видят пока эту красную вот им завязали глаза дали в руки кусок хлеба обременили кредитами дали возможность где-то может быть заработать деньги а заработают в основном опричники те люди которые служат Владимиру Владимировичу Путину и те деньги которые в принципе по налогам забирают у нас он проплачивает те силовые структуры которые обеспечивают его сохранность и корону так что вот ребята поймите правильно когда вы заходите на этот канал этот канал не требует подписки этот канал не требует развития для того чтобы как можно максимально как у Фейгера там еще у кого-то да просматривались как у Гордона миллионы людей просматривались лично мне это абсолютно не надо те кому надо обычные люди даже спецы которые начинают понимать что творится сейчас в России и в любом случае придется за это отвечать этот канал уважают так что на ближайшее время убедительная просьба тролли который пытается посещать наш канал не беспокойте нас пожалуйста ребята потому что так или иначе как и Анисиму как и Алиева как и еще кое-кого на ближайшее время будет разоблачение вас будут конечно ну блокировать это как минимум блокировать но второе подходит время когда с 17-го года над нами ржали Юрий Юрьевич над нами ржали те люди которые сейчас мне звонят и спрашивают блять Валера что делать так что политика залезла каждому в карман да Юра пожалуйста Валер я прекрасно понимаю это твой канал ты здесь хозяин барин ты восстанавливаешь информационную политику и правила своего канала и это все правильно я почему прихожу на твой канал и спасибо тебе большое за приглашение потому что чтобы донести до людей правду и объективный формат то есть я доношу до вас зрителей я к вам лично я до вас доношу те знания и ту информацию которой владеет у меня нет абсолютно никаких тайн и я хочу быть моя миссия такова чтобы вы несмотря на потоки лжи пропаганды зомбирования оболвания знали правду и я вот готов если мне валерий будет дальнейшим поставить эту площадку рассказывать вам говорить источники где я так сказать не до конца что-то понимая потому что человек не может быть профессором юриспруденции в истории и ластоке физики математики астрологи тогда но везде я знаю что есть есть специалисты проверен источники которые самое главное да ты правильно говоришь источники обязательно должны быть проверены с разных векторов поэтому убедительная просьба чатлановцы зрители подписчики вы должны понимать вот допустим Юра на чем-то спалился сразу сжечь его нельзя необходимо как вот и Светлану Герасиму сначала поставить в известность в чем были ошибки и тем более пригласить тех людей которые были обижены а что касается Юрия вот он сейчас высказывает фактически исторические вещи как в свое время стал высказывать это Суворов и Марк как его Марк Солонин вот Марк Солонин ты знаешь да он тоже я с Марком Солонин знаком привет передаю и считаю что к нему нужно прислушаться он один из величайших я считаю исследователей российской истории современной это человек который много лет посвятил изучению событий во второй мировой войне вот я например знаю события второй мировой войны откуда от своих дедов в первую очередь царствия небесная как и своей бабушки это мои предки для меня первоисточник то есть люди которые непосредственно принимали участие в этих событиях ну и второе вот по различным материалам которые мне по роду моей деятельности в том числе юридически иногда приходилось соприкасаться изучать вот ну и также естественно вот по книгам Суворова Дивоварова что я вот вам рекомендую и естественно Савуев я думаю сейчас да я думаю я думаю что конечно же когда рассекретить архивы рано или поздно после того когда уйдет патинизм эти архивы будут рассекречь так же как в то время когда Советский Союз распался даже нет до распада Советского Союза был такой Яковлев вот он как раз еще при позднем Горбачеве обнаружил пакт Робинтропа Моу вот вот я думаю что мы все равно ту часть истории которая содержит в архивах в российских мы все равно ее узнать появится конечно же много книг но в целом та позиция которая содержится в трудах Солонина Пивоварова там еще ряд других этих самых российских историков она она сохранится то есть а вот как раз такие новые историки которые будут писать уже новые книги на основании вот этих фактически вновь открывшихся обстоятельств которые откроются то есть они эту линию укрепят поддерживать то есть смотрите иными словами что чем больше мы будем проживать в будущее то тем больше мы узнаем информации о том что на самом деле было во время Второй мировой войны об этих всех преступлениях но опять-таки вот что преступления сталиничные нужно же рассматривать еще и совместно нас геноцидом вот кеченского народа ингушей то есть народов Кавказа Крымских Катар западных украинцев часть тоже западных белорусов поляков всех кого ссылки высылали при Стальне в Колыме сколько людей умерло в этих лагерях пока не строили Беломор-канал на трупах там наверное мне кажется гитлеру не снял я что-то не видел чтобы гитлера на настройках умерло от репрессии точнее умерло от голода холода переохлаждения там миллион тысяч людей чтобы умирали это устали по крайней мере такой информации точной потому что гитлер пришел кстати вот вот что важно обратите внимание опять-таки разница между природой начала гитлеровской жены сталинской вот сталин пришел на волне вот этого государственного переворота в Питере вместе с бандой большевиков они заплатили власть был бандит а гитлер выиграл между прочим на демократических выборах в 1936 году в большинство проголосовало пришел в власть абсолютно мирным демократическим путем при гитлере работала экономика при гитлере была его суверенная промышленность гитлер выпускал самолеты Мишешмитт то есть он уже готовился к войне конечно у него вот эта идея для его гитлеровского национал-социализма и кстати вот почему вот этот самый сгоры произошел фактор потому что он по своей природе был близок к сталинизму гитлеровский режим он был более мягче и демократичнее чем сталинский режим но к сталинизму он был ближе именно по своей природе поэтому они вступили в преступный сговор по разделу Европы вот но у гитлера еще раз повторю он пришел в власти демократическим путем он наладил промышленное производство гитлер в отличие от путина и все вот это его питерцы чекисты пожисткой пг не держит не держал миллионы долларов в банках США у него экономика была можно сказать суверенная одна из самых сильных экономик Европы тогда на тот период вот и уровень жизни даже был при гитлере а кстати знаете я вам что хочу рассказать вот когда прибыл я тут в Киеве общался со стариками которые в свое время были вот из долгов пьется под немецкой оккупацией а потом под советской так вот они мне рассказывали что когда пришли немцы немецкая оккупация была то она даже какая-то мягкая мягкая была немцы там и детям конфеты давали и были вежливыми а потом когда пришла советская оккупация то пришло каких-то там кучи солдат подростков лысых в тимзачах грубые ругались скандалили матершин то есть такая была ужасная военщина что уже есть мотка вот поэтому я говорю мы на самом деле пока еще мало знаем об этой войне но узнаем чем чем больше будет проходить времени в будущем тем больше мы узнаем правду может чем-то я с тобой не соглашусь есть такие исторические данные и другие немножечко по отношению к оккупированным территориям и там бесчисто стороны нацистов и со стороны полицаев да ну история она растает на свои места Валерий я согласен потому что смотри здесь я рассказал об оккупации Даугольф Даннебург это все-таки немецкий город и по всей видимости немцы немецкие оккупационные войска они просто по-разному относились к разным народам и территориям то есть действительно если в Белоруссии где было партизанское движение антинемецкое в других регионах они там сверебствовали я согласен там были признаки фашизма там и хатыни и так далее безусловно это нельзя отрицать а вот что касается вот даугах и стран Балтии то там они действительно относились мягко потому что ну просто видимо скорее всего они считали что эти народы имеют какую-то к ним близость к обществу поэтому к ним просто было особое отношение и так время смотри сам уже достаточно приличное хотя ты можешь конечно всю ночь разговорствовать здесь но только по фактам значит я вывод сделал такое с твоих слов что нюрнбергский процесс он считается нелегитимным потому что нет немножечко немножко Валерий давайте расставим все приоритеты на свои места смотрите нюрнбергский процесс легитимный приговор вступил в законную силу он есть те факты которые установлены мы их не отрицаем их никто в мире не отрицает потому что имеется переговор международного суда но он неполный и несовершенный нужно говорить так что этот судебный акт является несовершенным хорошо женщина может быть наполовину беременная закон может быть наполовину законом вопрос не в самом законе а в применении то в закон хорошо то тогда норма это юридическая казулистика или как интерпретация тем более мозговая эквилибристика так скажем юридических всех этих проволочек понимаешь я не совсем понимаю Валерий стоп Юра есть твое мнение правильно у меня в программе точнее теперь у нас в программе есть твое мнение как юриста и есть мое мнение как гражданина который видит что у них в принципе получился стакан наполовину пустой и грязный то есть они не смогли до конца расследовать потому что победители не судят потому что вдруг у победителей появилось атомное оружие очень серьезный аргумент для того чтобы производить политическое давление и вот этот дисбаланс при котором хочешь не хочешь американцы под последующим в принципе вот этой холодной войне и обрадовались потому что благодаря этой холодной войне они расширили свою экономику они расширили свои натовские войска они расширили спецслужбы которые в последующем и подчинили себе и КГБ и другие спецслужбы практически руководили всем я извини и не парься я просто это вижу так что американцам по крайней мере вот именно и Госдепу и Европейскому Союзу такой узурпатор как Путин очень важен и нужен и Нюрнбергский процесс который до конца в принципе не произведем в законодательство в правовом поле то и сейчас ГАГский суд у котором лежат не менее пяти исков на Путина тоже не привлекает пока только рассматривается одно дело это сбитый Боинг я по сбитому Боингу уже говорил правосудие началось оно восторжествует приговоре международного суда по сбитому Боингу это конечно не тот международный уголовный ГАГский суд это суд который был создан на основании соглашения буквально нескольких стран но тем не менее в нем будет прямо установлена вина в совершении данного в инициировании совершения данного преступления президента Российской Федерации Владимира Путина и тот факт что Украина на момент совершения данного военного преступления не осуществляла контроль временно оккупированными территориями те территории Донбасса где произошло преступление являлись временно оккупированными и уже потом в контексте общего суда над Путиным ГАГского международного уголовного суда можно использовать сведения которые будут установлены в этом приговоре в качестве приведения то есть этот суд установит факты по крайней мере и будет являться еще дополнительным аргументом усиливающим позицию о виновности Путина в аннексике разрезания войны на Донбассе я считаю что это не без одобрения косвенного закулисного одобрения тех людей которые сейчас в лице Генри Киссингера того же Трампа хотя Трамп это марионетка они благовольствуют действием и тем более потому что такой партнер как Путин очень важен по отношению к сильному Китаю это политика вышла моя статья на Лиганет Киприс Дели Ньюс и еще ряде ресурсов о трех сценариях Путина по Украине я сейчас быстренько о них пробежусь значит первый сценарий это заставить капитулировать Украину а я уже сказал как капитулировать юридически путем инкорпорирования формулы Штайнмайера амнистии коллаборантам и предоставление стационарного особого статуса для временно оккупированных территорий и проведение на этих территориях выборов чтобы легализовать российскую временно оккупационную администрацию в правом политическом пространстве Украины до 2 сентября этого года то есть до победобесия это первое второе значит если Путину не удастся я уверен что ему не ему не удастся потому что у него нету ну значит таких пока еще вот стратегических возможностей чтобы влиять они только будут повышать обстрелы на Донбассе убивать Украину чтобы таким образом воздействовать на руководство быстрее обеспечило капитуляцию второе это перед третьем ноября будет небольшая тактическая пауза потому что 3 ноября должны пройти выборы президента Соединенных Штатов Америки с ним президент придет новая администрация и примерно вот как раз таки начиная с начала ноября до фактически конца 2020 года вот потом уже будет ситуация немножко помягче она конечно не нормализуется но такого давления Путина по поводу подписания всех этих документов не будет и третий сценарий это для Путина реалистично это воспользовавшись экономическим политическим управленческим коллапсом в Украине который прогнозируется здесь осень за неэффективность власти коронавирусной инфекции длительного карантина и так далее когда здесь будут происходить массовые протесты чтобы Украина приняла в новой редакции избирательных кодекса в том числе касающихся выборов на временно оккупированной территории и провела достойный выбор для того чтобы представители силы Медведчука получили в парламенте путинское большинство Виктор Медведчук сейчас надо этим здесь в Украине активно работать и не только он но еще ему в этом помогает агент Путина Гермак агент его влияния Путина здесь в Украине Андрей Гермак это глава офиса президента у него оперативный псевдоним Позырь вот он ему помогает как помогает вот смотрите существует два договорника есть договорник стратегический по линии Путин Медведчук это самый главный важный договорник потому что Виктор Медведчук до Путина в Украине вообще самое доверенное лицо и его кома знает Путина с 2000 года у них великолепно налажены каналы финансирования трех телеканалов которые здесь обеспечивают информационное преимущество российское то есть российское информационное преимущество в украинском информационном пространстве тут финансируются всякие так сказать псевдоэксперты и так далее там всякие псевдообщественники РПЦ вот победобесие которые сегодня может в Киеве пройти несмотря на карантин запреты и так далее вот они же всегда совершают какие-то провокации вызовы чтобы посмотреть отлипкали власть и как власть отведет ну Путина кстати такой же принцип всегда значит говорится пробивать вот пробивать в международном праве терпение людей и так далее и существует другой канал тактический тактический канал это Козырь Ермак то есть еще раз помощник а точнее помощник глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его старший куратор из Кремля это глава администрации президента России Дмитрий Козов вот этот канал считается тактическим потому что сегодня условно говоря Ермак есть он глава офиса президента нормально работает на Кремль хотя к нему уже есть куча жалоб я думаю что Путин его скоро уже уволят с этой должности потому что освободить от должности Аднея Ермака от главы офиса президента может только один человек это Владимир Путин если он постылит в этих переговорах вот поэтому и не будет кстати выполнять для себя компенсационные требования поэтому это чисто такой тактический договорняк с Премль и еще раз повторю в чем заключается что когда здесь в Украине начнутся массовые протесты и осенью они точно будут сто процентов полегули то тогда значит требованием уже срочных выборов присоединиться подключиться сразу же Медведчук они тоже ругают Деленского кстати на ранее с нами но мы его ругаем за капитуляцию за то что он не осуществляет внешней политики а Медведчуковский его сейчас Путинский Медведчуковский Питерский по Санкт-Петербурге они ругают Деленского за то за экономику за различные экономические провалы типа вот Янукович это доллар по 8 лучше же ну повторяется значит пропаганда они просто могут присоединиться потом к этим же протестам и когда будут выборы на фоне выборов постараться обеспечить большинство почему именно так а вот теперь я объясняю потому что если у Путина будет верховный ралли большинство то это поможет ему изменить Конституцию отменить наш внешнеполитический форист вступление в НАТО Европейский Союз который заложен в Конституции закону Украины о том что отдельные районы Донецко-Уганского областей они находятся под российской временной оккупацией в том числе Украины снять вот эти законы в правом плане Украину и дать дать возможность Орлов подвинуться сюда вовнутрь чтобы суверенитеты независимости Украины подорвать через загло но я сразу хочу внести ясность и сказать чтобы наши зрители слушатели не падали до и третий сценарий реализации Путина малого района и лишь по одной простой причине что в конце августа конец августа примерно и конец сентября конец августа сентября вот этот месячный период прогнозируется протестная активность внутри самой России потому что в России как мы видим больше идет эпидемии коронавируса дольше режим карантина больше страдает бизнес потому что понятно Россия находится под санкциями общая токсичность экономически инвестиционная и все прочее цена на нефть я сюда тоже приплюсую это отлично она не вырастет и все это будет являться катализаторами для будущих в России против и таким образом Путин будет уже задействован на том как ему подавить внутренний протест будет заниматься самым болезненным нелюбимым для него тема то что он не любит он любит всегда побеждать а здесь получается что Путин протестует он любит убить слабых и побеждать там на внешнеполитической арене там украинцев грузин там где ответственность существует он будет занят своими протестами решением вопросов как удержать власть и вот здесь как раз я считаю в середине осени мы увидим как слаба украинской власти вообще нет окажется украинской вообще власти что украинская власть она вот так лежит на России держится и смотрите еще что сейчас по различным каналам связи от Кремля идет идут Россий этим украинским олигархом там Поломойскому Ахметову в основном мессенджер ложитесь под Кремль и так прям уже открытым текстом ложитесь под Кремль вот видите западу вы не нужны потому что мы про все знаем вы ваши имущества здесь на территории Украины получили преступ и незаконным путем хоть в Коломойске уже открытым в США и в Швейтаре есть уголовные дела поэтому вам туда дороги нет с украденным на запад не берут а мы вас с украденным берем у себя в Вардоре но вы нам обеспечите лояльность вот сейчас как раз идет и такой вот информационный один с олигархами украинскими уже так сказать по третьим каналам ну скажем так то есть третий канал но мы в расчет не берем потому что он не горает здесь ключевую стратегическую роль самый главный канал самый главный канал Путин Нигуч и Зеленский Ермак очень много стати на себя взял роль переговоров в том числе не только по аппетуляции в Украине через Минские договорники еще тут он решает ряд вопросов но мы тогда и увидим что украинская власть никакой не существует что у нас есть власть Андрея Ермака и его отдельное государство у нас есть государство Коломонское имеется государство Ахнекова Ничука других олигарх а самой Украины формально там государство президент Ахнекова Я даже простой пример приведу меня вчера в Твиттере твитнул что после 6 мая 2020 года после того как президент Украины Владимир Еленский отказался в ответ на петицию уволить главу своего офиса Андрея Ермака Андрей Ермак стал фактическим президентом Украины то есть знаешь фактический президент Украины это агент Владимир Владимирович Путин под псевдонимом Козырь Юрий Юрьевич ну я так понимаю что короля определяет его света и его света сейчас диктует условия Украины и то что мы ожидаем в ближайшие осени значит это очередной Майдан может быть московский Майдан может ваш Майдан не имеет значения вот кстати имеет значение судьба так распорядился что здесь в Украине возможен Майдан но без смены власти но без смены власти то есть то есть будут произойдут серьезные изменения в исполнительной власти в правительстве понятно президент по всей видимости останется он власть любит вот а у вас по Александру Сергеевичу Пушкину бунт беспощадный но единственное что не бессмысленный а смысл потому что люди будут выходить бунтовать уже просто финансовые нищеты потому что нет возможности погасить кредит прокормить семью безработицы вот люди просто будут бунтовать поездку будет вашего бунта одна смена власти путин ну слишком много здесь выступает известных блогеров политиков политиканов которые интерпретируют политику как импрессионистскую то есть непонятное направление было в искусстве сейчас непонятное направление в том что творится в бункере об этом говорили на повестке дня и беседовали между собой и Пятковский знаешь и Соловей и Марк мне так без этого ясно что Путин в Новогорёва заперся сидит на самой изоленте я знаю где он находится и чем он занимает мне так все ясно понятное дело что ты знаешь но я то слепой но я как слепой знаешь чутьем запахом и может быть еще каким-нибудь там шестым взглядом ощущаешь что у Володи то Путина понятное дело что кланы между собой начинает дербанить бюджетные деньги понятное дело что и даже за границей эти денежки сейчас могут превратиться в пыль знаешь да есть сказка когда Ланя выбивала выбивала в том что Валерий вот теперь и все зрители слушателей смотрите конечно могут превратиться они бы превратились если бы у нас был бы президент президент и занимался защищал бы страну на внешнем политическом я давно я давно и говорю и в прошлом эфире говорю что Украина может в рамках Будапештского а кстати есть же важная новость суд Киева Киевский административный суд признал своим решением о том что Будапештский меморандум является международным домом и обязательным к исполнению всеми сторонами которые его подписали вот можете набрать в интернете посмотреть что значит суд признал Будапештский меморандум международным долгом вот это словосочетание просто наберите и все то есть и суд обратился общественной организации то есть это о чем говорит о том что вот я когда еще полтора года назад издал книгу по Будапештскому меморандуму моя книга называется ну в соавторстве я издал там еще три автора Будапештский меморандум гарантия возможности для Украины ну понятно я тоже написал что Будапештский меморандум обязательный к исполнению потому что Украина с шагом должны Россию все его исполнить и так далее но я просто ну это для меня вот как специалисту настолько все очевидно что это договор что нужно исполнять вот а власть наша не видит вот общество гражданские гражданские организации общественные подсказывают путем судебных решений что власть что надо значит организовать Будапештский меморандум обеспечить так я к чему к тому что есть вот в рамках Будапештского треугольника США Великобритания и Украина можно разработать стратегию деоккупации и на основе стратегии сделать так чтобы Соединенные Штаты Америки про лабирковский вопрос арестовали вот как Андрей Андреевич Гонковский правильно пишет я согласен но там будет глубный русский триллион вот более триллионов долларов то что Путин вывез сколько это только информация у финансовой разведки министерства финансов штатов сколько денег украл Путин россиян не терпил бог а сколько он россиян воровал со своей бандой США его вывез бал так вот эти деньги можно было арестовать а тем более США не используют инструменты универсальные грязницы они держат Медвичок же не может на себе прокладку на Кипре оформить а почему нажимать подстанк США так же и тут арестовали их счета передали Украина Украина может на них восстановить Крым Донбасс полностью остановить построить там я не знаю Донецк одним из лучших европейских городов очень намного чем Донецк был Принукобич там аэропорты там вообще и в Крыму можно на эти деньги космодром построить тем более будущее за космонавт вот я сижу вместе с Владимир Владимирович и он мне говорит да я вывез полтора триллиона за границу я их разместил ценные бумаги и сейчас в срочном порядке вместе с Шуваловым и еще с кое-какими людьми если ты знаешь да то очень легко отследить движение самолета Шувалова и других как это делает Елена Васильева да выводится драгоценности ну золото по крайней мере вкладывается в какие-то ценные облигации бумаги за границей ну вроде бы я спрашиваю Володь а зачем ты это делаешь ну понимаешь в чем дело что в стране сейчас напряженка и может в любой момент что-то взорваться а с другой стороны я вижу что он лукавит он лукавит только потому что денег в принципе у него вложено именно непосредственно в те структуры за границами я имею ввиду которые обеспечивают ему лобби лобби как в Болгарии в Чехии о чем ты сегодня говорил кстати да я кстати хочу быстро пронансировать у меня сейчас пишет большой научно-экспертный доклад как Путин убивает за рубежом и защита от его убийств этот доклад я думаю уже в неделе вторник будет доступен причем правовое исследование я все подробно пишу на различные источники информации нормального права прям провожу цепочку связи между нормами и правами законодательства которые существуют и фактическими обстоятельствами как путь убивает это важный доклад так что ну вот как раз выпустите доклад по этому поводу и передачу с тобой сделаем это да рассуждаем дальше Юра ты надеюсь никуда не торопишься да тебе сейчас в банк бежать надо или куда тебе уже 2% остался телефон на телефоны зарядки и потом если будет большое видео я просто так сказать ну потом если не смогу на свой канал ютубе закрубить кстати я свой канал например не раскручиваю но просто как архив я все свои выступления стараюсь загружать так что я боюсь что потом просто не получится небольшое видео твои отговорки в любом случае знаешь не основа для того чтобы мы сейчас с тобой остановили программу ну ладно все равно Юрий Юрьевич спасибо тебе огромное за передачу но что касается ребята окружения и морально-материального состояния кремлевских так скажем ребят у них пока все в порядке я не верю ни Пятковскому ни Соловью ни Марку Фегину Юрий Юрьевич возможно находится под впечатлением вот этой информации которая сейчас выливается как говорится со всех ютубовских каналов я лично ничему этому не верю пока сам лично не увижу фамилию в списке расстрельной команды по отношению к этой кремлевской братье так что Юр Юр пойми правильно что ты есть плюс я есть минус ты есть наполовину полный стакан я в любом случае буду считать что мы находимся в говне и я нахожусь в таком состоянии на опоре моей головы содержатся вот эти гандоны которые благодаря нашим налогам нас же и гнобят так в любом случае я никогда не прощу этим людям Валерий я с тобой согласен абсолютно я тоже не прощу поэтому я сюда приехал в Украину а что касается Путина ну это до поры до времени да сейчас у них миллиарды долларов они не страдают они живут в удовольствие ну а себе они сопридение конечно ограничили но в целом у них конечно пока проблем нет а что у них будет через год по живому виду да 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 и так ребята вы не считайте что мы охуенные оппозиционеры мы аналитики Юра тем более он юрист правозащитник публицист так что Юр давай спасибо тебе за сегодняшний эфир не дать тебе ни покрышки чтобы у тебя завтра как говорится здоровье было более менее нормальным и не дай бог я узнаю что ты являешься сотрудником ЦРУ а тем более ФСБ а тем более МОСАДА шутка Юра спасибо за интересную передачу готовь пожалуйста материал а сегодня все таки это передача была посвящена родственникам Юрия Юрьевича Шулипы так что просмотрите начало программы если надо удалите эту программу если надо разрежьте и разлейте или залейте свои каналы и так в эфире Юра Шулипа спасибо да пожалуйста и все таки я последнее хочу обратиться ко всем зрительным слушателям кто нас смотрит слушает видит лайкайте этот ютуб канал все ролики которые выходят комментируйте распространяйте я не буду агитировать на эту тему знаю что народ смышленый то что ему нужно он знаешь он как он молодец он выберет то что нужно спасибо Юра всего доброго спасибо Юра у новых формирований оружие было в обрез боеприпасов и того меньше опытных командиров наперечет шли в бой необученные новобранцы атаковать звонит хозяин из Кремля атаковать телефонирует генерал из теплого кабинета атаковать приказывает полковник из прочной землянки и встает сотня Иванов и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов а немцы в теплых дзотах сытые пьяные наглые все предусмотрели все рассчитали все пристреляли и бьют бьют как в тире однако и у вражеских солдат было не все так легко недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства не так просто убивать людей ряд за рядом они все идут и идут и нет им конца полковник знает что атака бесполезна что будут лишь новые трупы уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей были случаи когда дивизия начиная сражение имела шесть-семь тысяч штыков а в конце операции ее потери составляли двадцать двадцать пять тысяч за счет постоянных пополнений и все время людей не хватало оперативная карта по гости усыпана номерами частей а солдат у них нет но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку если у него болит душа и есть совесть сам участвует в бою и гибнет происходит своеобразный естественный отбор слабонервные чувствительные не выживают остаются жестокие сильные личности способные воевать в сложившихся условиях и только один способ войны известен им давить массой тел кто-нибудь да убьет немца и медленно но верно кадровые немецкие дивизии тают но хорошо если полковник попытается продумать и подготовить атаку проверить все ли возможное сделано что часто он просто бездарен ленив часто пьян часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули часто артиллерийский офицер недостаточно выявил цели и чтобы не рисковать стреляет издали по площадям хорошо если не по своим хотя и такое случалось нередко иногда снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне а снаряды и еда не подвезены иногда майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда куда надо путаницы неразбериха недоделки очковтирательства невыполнение долга так свойственные нам в мирной жизни здесь на войне проявляются ярче чем когда-либо и за все одна плата кровь и ваны идут в атаку и гибнут а сидящие в укрытии все гонят и гонят их если бы немцы заполнили наши штабы шпионами а войска диверсантами если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии они не достигли бы того эффекта который был результатом идиотизма тупости безответственности начальства и беспомощной покорности солдат я видел это в погостье а как оказалось это было везде на войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих честных интеллигентных активных и разумных людей так и на фронте происходило то же самое но в еще более открытой омерзительной форме приведу пример из высших сфер поступает приказ взять высоту оставишь плацдарм расстреляю собственноручно слышишь если по твоей вине сорвется наступление на колыму поедешь до конца жизни полк штурмует ее неделю за неделей теряя по тысяче людей в день пополнения идут беспрерывно в людях дефицита нет но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на три недели среди них младенцы 1926 года рождения то есть 14-летние не подлежащие призывы в армию вперед и все наконец какой-то солдат или лейтенант командир взвода или капитан командир роты что реже в виде этого пиющее безобразие восклицает нельзя же гробить людей там же на высоте бетонный дот а у нас лишь 76-миллиметровая пушченка она его не пробьет сразу же подключаются политрук смерч и трибунал один один из стукачей которых полно в каждом подразделении свидетельствует да в присутствии солдат усомнился в нашей победе тотчас же заполняют уже готовый план куда надо только вписать фамилию и готово расстрелять перед строем или отправить в штрафную роту что то же самое так гибли самые честные чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди а остальные вперед в атаку нет таких крепостей которых не могли бы взять большевики почему же шли на смерть хотя ясно понимали ее неизбежность почему же шли хотя и не хотели вежливо выслушивали напутствие политруков малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц и шли вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами а потому что надо а выйдя на нейтральную полосу вовсе не кричали за родину за Сталин как пишут в романах над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань пока пули и осколки не затыкали орущие глотки до Сталина не было когда смерть рядом откуда же сейчас опять возник миф что победили только благодаря Сталину под знаменем Сталин у меня на этот счет нет двух мнений те кто победил либо полегли на поле боя либо спились подавленные послевоенными тяготами ведь не только война но и восстановление страны прошло за их счет те же из них кто еще жив молчат сломленные остались у власти и сохранили силы другие те кто загонял людей в лагеря те кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне они действовали под именем Сталина они и сейчас кричат об этом не было этого на передовой за Сталина комиссары пытались вбить это в наши головы но в атаках комиссаров не было все это накипь бедные 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 русские мужики они оказались между жерновами исторической мельницы между двумя геноцидами с одной стороны их уничтожал Сталин загоняя пулями в социализм а теперь в 1941 45 гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей так ковалась победа так уничтожалась русская нация прежде всего душа ее смогут ли жить потомки тех кто остался и вообще что будет с Россией пулями пулями Продолжение следует...